приехали в пригородный городок арнис-де-мар и хотим вам показать интересную улочку интересно она тем что на каждом доме есть определенная табличка вот посмотрите вот здесь вот такая плиточка она означает что в этом доме жил человек который занимался определенным видом деятельности конкретно здесь ремонтом обуви здесь судья и вот так на протяжении представляете вот всей улице на каждом доме есть вот такие таблички вернее плиточки да вот здесь это кто у нас здесь человек который занимался посевом агроном да вот дальше проходим следующий подъезд здесь у нас тоже плиточка и здесь человек который занимается сбором пшеницы или овса что такое в этом роде так вот интересно что эти таблички заказные то есть они специально изготовлены и вот для каждой квартиры для каждого дома есть такая табличка которая указывает на то чем человек занимался вот сейчас посмотрим кто жил на этой улице в этом доме жил печник который строил печи как понимаю я в этом доме жил человек который занимался сбором овощей работал в овощной лавке посмотрите а в этом доме жили охотник писатель и ткачиха которая сама ткала пряжу класс в этом доме жила женщина которая занималась глажкой кстати говоря 19 20 век была такая профессия когда люди брали себе домой белье и просто гладили а посмотрите вот на эту здесь получается и вверху это у нас магазин лавка где продавец продает а здесь женщина делает макияж то есть в то время тоже люди этим занимались наводили красоту на дому а наша улица продолжается и посмотрим кто здесь жил вот в этом красивом современном доме тоже жили люди которые занимались определенным видом деятельности смотрите вот здесь видно что один хозяин занимался тем что ткал занавески а здесь соседка она была врачом и оказывала врачебную помощь вот в этом домике жила вышивальщица вот она сидит и вышивает а вот в этом домике жила семья они изготавливали ремни и сумки значит кожевных дел мастера а вот в этом интересном домике сказочном посмотрите жил путешественник откуда мы это знаем вот как раз эта плиточка рассказывает о том что он продумывал свои путешествия а это тоже интересный домик в котором жили два хозяина наверное на первом и на втором этаже о чем свидетельствует вот эти плиточки один похоже был ювелиром а второй был учителем ребят а вот это исторический дом потому что в нем живет швея и это не первое поколение вот смотрите на одной из плиточек а вот эта плиточка смотрите видите швея она рукодельница она еще и вышивает бисером а теперь посмотрите здесь до сих пор сохранилась эта квартира и здесь работает пожилая женщина которые занимается именно этим вот у нее тут все дела рукодельные наверное плохо будет видно да но вот именно эта плиточка свидетельствует что до сих пор этот человек занимается этой профессией а в этом доме ребят занимались изготовлением керамики конечно он сейчас без ремонта особого но вот табличка как раз напоминает именно об этом посмотрите а вот в этом доме жил охотник а вот в этом доме была как бы прачечная как раз табличка именно об этом и говорит сегодня это выглядит вот так вот по современному и вот на табличке как раз хозяйка этого заведения который занимается чисткой стиркой одежды это прачечная а вот в этом доме вот он сохранился какой был жил судья и об этом свидетельствует также табличка посмотрите а вот в этом интересном доме жил человек у у которого была пекарня и об этом свидетельствует табличка посмотрите он занимался выпечкой хлеба в этом небольшом домике жила швея и также табличка говорит об этом и вот так заканчивается наша улица мы вам рассказали о том какие интересные профессии были у людей и как на улице понятно кто живет вот именно эти керамические таблички рассказывают нам о жильцах этой улице эта история это очень интересно